Уже ночь, она сидит в ванной комнате за закрытой дверью и не может выйти наружу. В коридоре у двери ее ждет что-то, что выглядит, как ее кот. Но, похоже, это все-таки не он, это что-то, шипит утробно завывая, и при попытке открыть дверь начинает скалиться. Кажется, клыки у кота стали длиннее и острее, изменился даже цвет его глаз. Раньше они были золотистыми, а сейчас стали мутными, серыми, а в глубине появился нехороший огонек. За последние несколько дней кот совсем отощал, он отказывался от еды. Шерсть лезла клочьями, она не могла даже отвезти его к ветеринару, он не давался в руки. Куда там? Она боялась даже просто пройти мимо него. Все началось несколько дней назад, кот ушел, как обычно, гулять, и пропал на двое суток. Раньше такого с ним никогда не случалось, да и немолодой он уже. В последнее время на улицу почти не выходил. Она искала его по округе вечерами, но не могла найти. Он вернулся сам, сидел и ждал под дверью, когда его пустят в дом. Она и пустила. Насыпала корм и ушла на учебу. А вечером узнала, что маму увезли в больницу с переломом. Кот улучил момент, кинулся ей под ноги, и она упала, сломав себе руку. Маме повезло, ведь рядом стоял тяжелый стол, об угол которого она могла удариться головой. И все могло закончиться гораздо хуже. Сейчас она думает, что у кота был именно такой план. Из больницы она вернулась уже к ночи. Кот прятался где-то в доме. Папа сказал, что не смог его найти, да и не искал. Она обнаружила кота под стулом в темном углу гостиной, протянула руку погладить его, и получила глубокую царапину. Никогда до этого наш кот ни разу не причинял никому вреда. Тогда она первый раз подумала, что он изменился. Она так и оставила его под стулом, и не стала трогать. Следующим стал папа. Ночью кот пробрался в спальню к родителям и смахнул тяжелую вазу, которая стояла на полке над кроватью. Он так и сидел на той полке, пока вызывали скорую, и пока папу увозили. Отец был жив, но без сознания. Кот был доволен. Утром кота не было видно, но обнаружилось, что ее сумка изодрана в клочья. А в гостиной настоящий хаос, одна штора содрана с гордины, и сцарапана обивка кресла. Мамин сервиз, стоявший на полке в серванте, выброшен на пол и разбит. После работы ей пришлось навещать и маму, и папу. Отец пришел в себя и просил ее не ходить ночевать домой, пока там это. Он сказал, что сначала кот пришел к нему в постель, улегся на грудь и стал душить его своим весом. А когда папа пытался согнать его, кот выпускал когти и шипел. Отец все-таки скинул его на пол. Выгнал из комнаты и плотно закрыл дверь в спальню. Но кот все-таки смог пробраться внутрь, залезть на полку и уронить с нее вазу. Папа был уверен, что кот сделал это намеренно. Она успокоила отца и все-таки поехала домой. Кота не было видно. А ночью она проснулась от того, что он ее душил, улегшись ей на грудь так, что шерсть набилась в рот и в нос. Как же он вонял? От ее кота никогда так не пахло. Она вскочила, не обращая внимания на его шипение и вольки, выскочила из комнаты и убежала в ванную. Не успела она закрыть за собой дверь, как кот ударился в нее всем своим весом, он ее догонял. Сейчас полночь. Она заперта в ванной и не может выйти наружу. За дверью сидит что-то, что выглядит как ее кот. Она боится, что оно убьет ее, если она все-таки откроет дверь.